Ребятушки, всем привет! Вот и наконец-то четвертая часть по поводу отеля, как мы заехали. Сейчас я вам покажу кратенько, где я размещаюсь. Здесь очень шумно, но... Главное, ключи не забыть. Вот такой вид. Отель, в принципе, в принципе, отель, ну, обычный отель. Стоил он мне 113 долларов со всеми налогами. Также взяли у меня соточку депозита, но мы сейчас не об этом. В общем, приезжаем мы на автобусе в ковидный отель. Адреса говорить не буду, потому что информация секретная. Нас попросили не разглашать. И, в принципе, это логично, потому что туда приезжают беженцы. И, возможно, кто-то их будет там искать. У нас померили температуру. Дальше мы выстроились в такую небольшую очередь у отеля. Зашли внутрь, там был такой небольшой брифинг. Может быть, на час. Там нам рассказывали, что за организация еврейская. Нас принимают в отель, какие правила. Также выдали нам памятку. В общем, все было, в принципе, легко и понятно. Также можно было расселиться по номерам по желанию. Если, например, у тебя есть друг-подруга, можно скопирироваться и попросить, чтобы вас заселили в один номер. Все получается. Нас распределили по номерам. Это было уже полодиннадцатого вечера. Нас уже ждал пакет у входа в номер с едой. По идее, в принципе, ничего необычного. Я фотографии вставлю. Дальше. Можно было выходить на улицу, но только для курящих. Ты мог выходить только в курилку и все. А не курящие, типа, выходить нельзя. Но, как бы, смекалочка у меня есть. Я просто свернул бумагу в такой рулончик. И делал вид, что я, как бы, курю. Потому что все время сидеть в номере тоже не вариант было. Получается, следующим утром мы сдали тест на ковид. Ну, в общем, ты сам берешь эту палочку и ковыряешься на суп. Есть люди, которые отказывались от теста, отказывались от проживания в этом отеле. И писали просто отказ. И их сразу же выпускали. Тоже такой вариант тоже есть. Получается, значит, через день к нам зашли еще и спросили, будем ли мы делать вакцину. Насколько я знаю, там три варианта. Мы пока отказались, потому что неизвестно было, болеем ли мы, не болеем. Насколько я читал и как мне подсказал знакомый, то, что когда ты болеешь, лучше вакцину не делать вообще никакую. Так что мы решили воздержаться. Также в отеле выдавали станки, брица для бритья, шампуни, мыло. В общем, все это было, в принципе, было комфортно. Реально, как бы, отель достаточно хороший. Когда пришли мои результаты, они были негативные, значит, пытались дозвониться до моего поручителя. Звонили ночью, прямо уже около 10 ночи. И как мы с поручителем обсудили этот вопрос, что возможно, что меня хотели выселить прямо ночью. Прямо представьте, у тебя в 10 вечера выселяют, и ты там идешь уже по своим делам. Так что мы решили с поручителем пока, чтобы она трубочку не брала, а брала ее именно утром уже. Потому что утром как бы светло, и, в принципе, все понятно, что да как. В общем, мы так и поступили. В 9.30 ей позвонили. И потом через 5 минут, уже через 5 минут, ко мне уже пришел парниша. Он такой был, как похититель, весь в черном, черная маска, полностью в черной одежде. И говорит, тебе 5 минут, давай спускайся в лобби, быстро, быстро, быстро. Я только что помылся, голова сырая, такой, даже свой этот гамбургер еще не съел на завтрак. В общем, думаю, ладно. Начал собирать вещи, в принципе, через 10 минут он за мной заходит еще раз. Я говорю, типа, я готов, все, пойдем. Мне не давали вообще ничего подписывать. Как я понимаю, обычно, чтобы человека, как бы, выпнуть из отеля, нужна подпись его. Потому что вот у меня так знакомые уезжали, они расписывались на бумагах, что, типа, претензий не имеют, они там выселяются и все такое. Меня выселяли без подписи. Вообще, я вообще ничего не подписывал. Мне просто дали красную папку, там была также памятка. В ней написано было, там, как сменить адрес. В общем, основные ссылки, сайты, которые нужны будут людям, кто вот прибыл по убежище сюда. Значит, кто-то ставил подпись и их сразу же, вообще сразу же выгоняли. Так что, если вы еще не готовы выехать из отеля, сначала соберите вещи, все проверьте, чтобы вы ничего не забыли. И потом уже ставьте все подписи, и тогда уже вас оттуда благополучно турнут. Вот и, по сути, основная информация. Дальше я уже поехал в центр города, там прогулялся, заселился в другой отель. Но об этом я как-нибудь расскажу в другой раз. На этом, ребята, все. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, репосты, все это приветствуется. Всем удачи. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok